Всем привет! Ну что же, ровно 20 лет, представьте, прошло с тех самых пор, как я впервые воочию видел настоящую 8-битную приставку. Да, ровно 20 лет с тех пор, как я в первый раз собственными руками пощупал настоящий Деннисский джойстик, чему был просто несказанно удивлен. Чё говорить, время на самом деле летит катастрофически быстро, за ним не то, что не успеваешь угнаться, едва успеваешь его запомнить, неправда. Но вы знаете, на самом деле, несмотря на то, что я впервые увидел Денди, ну или как там она называлась ещё, в 1994 году, так получилось, что все мои основные воспоминания об этой приставке и об играх на ней приходятся на год позже, а именно на 95-й год. Это так, потому что 95-й год моей жизни является таким своего рода краеугольным камнем, потому что именно в этом году произошли наиболее значимые для меня события и появились все мои основные увлечения. Именно в 95-м году я познакомился со своими друзьями, которые стали для меня лучшими и самыми близкими и остаются ими по сей день. Именно в этом году я впервые пошёл в школу, что тоже произвело нефиговое впечатление для меня. Я также познакомился со многими своими одноклассниками, с которыми я общался долгое время. И именно в этом году я впервые ознакомился с творчеством Виктора Цоя и группы Кино, что тоже стало моей путеводной звездой на долгие годы в плане музыки. Но говоря именно о Денди, именно в 95-м году эти же самые друзья, с которыми я познакомился тогда, показывали мне все основные наиболее известные восьмибитные хиты. То есть именно вот благодаря им, именно благодаря тому, что именно у них появилась Денди, тоже в том же самом 95-м, они меня знакомили с такими наиболее известными играми хитовыми, такие как Утина История, Чёрный Плащ, Чипа Дейл, Робокоп и так далее, и так далее, и так далее. Но вы знаете, несмотря на то, что опять же у многих игры ассоциируются с детством в принципе, правда же? То есть как? Вы играли в Денди, и она у вас связана в принципе с какими-то определенными годами, может быть, с какими-то определенными моментами. Конкретные игры вам напоминают или иные жизненные ситуации или случаи. У меня есть такие игры, которые ассоциируются не то, что с конкретным моментом, они ассоциируются с конкретным временем года. Причем это именно повторялось постоянно. То есть были такие игры, в которые я играл в конкретное время года, и не играл больше никогда в принципе, ну в детстве. Разумеется, такое время года это было не что иное, как лето, потому что именно летом у большинства детей есть наибольшее количество свободного времени, чтобы поиграть в Денди. Но, что касается меня, я играл именно летом в некоторые игры, потому что я ездил в деревню. И мои друзья в деревне показывали мне такие игры, которые мне как раз таки и запомнились. Но играл я опять же только там. И дома, и весь последующий год не играл вообще. Приезжал в деревню летом и играл там. Вот об одной из таких игр я хочу сегодня вам рассказать. Эта игра была сделана по мотивам широко нашумевшего и известного на весь мир американского мультфильма, который выпускался начиная с конца 30-х, начало 40-х годов и выпускается по сей день в качестве различных своих интерпретаций, экранизаций, вариаций, называйте как угодно. Но игра, о которой я буду говорить, не была сделана по конкретной, например, его версии. Она была сделана на основе конкретных героев. То есть героев этого мультфильма. Мышонка Джерри и кота Тома. Вот об игре Том и Джерри я сегодня вам и расскажу. Итак, давайте попробуем себе представить. Значит, лето 1995 год. На тот момент у меня уже появилась усмебительная приставка ЛИФА. Вот эта вот самая ЛИФА. И на тот момент она уже успела у меня сломаться. Потому что приезжая с Ветером на несколько недель в июне и играя там в Ниндзи Рюклиндена 3, после этого вскоре она начала выдавать грюки в изображении и потом не включилась больше совсем. Не могу сказать, что я был этому особо расстроен. Но я не могу сказать, что был этому рад. Просто так получилось. В деревне без приставки летом прекрасно было чем заняться. Но однако, когда я приехал туда уже со своей мамой в начале августа, на несколько недель так же, я был очень рад тому, что тогда же приехали туда, приезжали по соседству мои лучшие друзья Денис и Андрей. Они были родные братья, и Андрей был ставший Дэна, по-моему, на 2 или на 3 года. Но мы всегда общались вместе. И вот они как раз так и привезли с собой свою восьмивитную приставку. Я, правда, не помню, что это конкретно было за модель. Ну, скорее всего, тоже Дэнди. И привезли туда же два картриджа. Они неизменно возили с собой два картриджа. Первым была та самая шестиигровка с русалочкой, принц-персией, топ-ганом и рутинными историями, о которой я рассказывал в 9 выпуске Дэнди Мэморис. А вторым была одна игровка с игрой по мотивам того самого замечательного мультика Том и Джерри. Вот Том и Джерри и 95-й год. Это просто была феерия, потому что это был для меня рассвет вообще всех всевозможных мультфильмов. Моими любимыми мультфильмами были Черепашки и Низи, Аутиной истории, Чип и Дейл и Том и Джерри. Но если Черепашек и Низи, Аутиной истории и Чипа и Дейла более-менее по телевизору показывали, то Тома и Джерри не показывали официально не тогда. У нас Тома и Джерри показывали только по кабельному телевидению и крутили они его, разумеется, с пиратских кассет в одноголосом переводе, а то и вовсе без перевода. И я думаю, что не только в нашем регионе было так, и в большинстве регионов России тоже по кабельному часто в те времена любили крутить и мультфильмы, и фильмы с заезженных видеокассет в одноголосом переводе. И вот что касается Тома и Джерри, я думаю, что многие помнят ту незабываемую заставку студии Метро Голдвин Майер с этой самой кассетой, на которой было записано около двух или трех часов этого самого мультфильма Тома и Джерри. Вот я помню, что когда её показывали у нас по кабельному 35-му каналу, или по 51-му каналу, он назывался у нас Оверсан, я помню, что показывали Тома и Джерри часами, и вот пройдёт буквально час мультфильма в Тома и Джерри, перед вами вырисуется заставка МГМ с этим самым львом, и вы думаете, что сейчас произойдёт одна из двух вещей. Либо это будет конец, либо сейчас появится эта заставка снова, и тогда появится, пройдёт ещё целый час мультфильм. Вот мы очень надеялись, что заставка повторится, и когда она повторялась, действительно, Тома и Джерри шёл ещё как минимум час. Но на видеокассетах я Тома и Джерри впервые увидел как раз-таки тоже в 95-м, потому что в том же самом августе вместе с Денисом и Андреем в Самбек приехала с того самого Сухарина моя будущая подружка Ира, и привезла с собой тоже пару приставок, и привезла видеомагнитофон с кучей видеокассет, среди которых были две трёхчасовые кассеты Тома и Джерри. Одна без перевода, с этой же самой коронной заставкой, одна с переводом и без заставки. Но именно вот эти кассеты мы смотрели у неё так же часто, как и смотрели Терминатора 2, на который я наставил, но это всё-таки другая история. Сегодня мы поговорим про Тома и Джерри. И вот, вы знаете, когда приехал Дэн и привёз впервые Тома и Джерри, и когда приехала Ира и привезла видео с кассетой про Тома и Джерри, разумеется, эта игра стала для нас очень, очень востребована именно тем самым летом, потому что под впечатлением от мультика хотелось играть в неё всё больше и больше. Это часто так бывает. Когда вы посмотрите любимый фильм, вам кайф подбирать любимую игру по этому фильму. Или по мультику, то же самое. Но когда я поиграл первый раз в Тома и Джерри, играли мы с Дэном, вы не представляете, какое сложное оно мне тогда показалось. Я не мог пройти первый уровень очень долго. Я играл только у Дэна, поскольку моя приставка была в нерабочем состоянии, я не мог бы ещё брать у него карточек, просить, чтобы он дал мне мне поиграть дома и потренироваться побольше. Я играл у него, играли мы бывало по часу, бывало поменьше. Играли просто в кучу игр подряд, там 20 минут в одну игру, 20 минут в другую игру. Но когда включали Тома и Джерри, когда он давал мне джойстинг, я не мог ничего с этим сделать. На первом уровне я не мог пройти даже пол локации, потому что вообще управление было нормальное, оно было приятное. Но я, опять же, тогда был ещё не совсем спец, мне было всего 7 лет, и моя приставка у меня пробыла всего 3 месяца, поэтому в Тома и Джерри я не мог показать грандиозных навыков и всё больше передавал эту эстафету Дэну. Но когда играл я, я не мог пройти дальше первого уровня никак. Это был лабиринт. Вообще вся игра состоит практически из лабиринтов. Каждый уровень представляет из себя локацию в той или иной части дома. Будь это подвал, будь это чердак, будь это гостиная, будь это кухня, будь это туалет. Везде нужно путешествовать в Джерри и находить выход. И вот я в первом уровне, это был подвал, я не мог никак с него выбраться, я не мог появляться на нерве, я бы там просто заблудился, каждый раз там заблуждался. Я ничего не мог с ним сделать. И поэтому в том самом 95-м году я не мог дойти дальше первого уровня этой ядры. Когда мою лифу поменяли на другую лифу, и она стала у меня такой дежурной приставкой, находящейся в деревне, я уже мог попросить у Дэна Кадридж, если бы он был там. Потому что ну а лето прошло, и Дэн, разумеется, увёл с собой приставку, и игры на ней, но я этому тоже не был особо огорчён, потому что была Ира, и у неё тоже были замечательные игры, такие как Super Mario 8, о которых я обязательно расскажу в одном из следующих выпусков. И у неё были Тинитун 2, о котором я, быть может, тоже расскажу. И нам, в принципе, было во что поиграть, но Том и Джерри я смотрел у неё так же и часто, и поэтому в игру поиграть снова хотелось. Итак, прошёл, вы знаете, год. Наступил 96-й. В 96-м году Дэн опять приехал с Андреем, опять привёз этот самый Кадридж и ещё 6-я дровку, и вот как у меня на тот момент уже рабочая приставка в деревне была, и когда он привозил Кадриджи, я просил у него, чтобы он мне не удал поиграть вместе с 6-я дровкой. Как мой хороший друг, разумеется, он мне их давал играть. И я играл в них одинаково, что 6-я дровку, что в Том и Джерри, потому что я и в то, и в то мог поиграть только тогда. У меня не было дома друзей, у которых можно было попросить ЧПДЛ-2, разве что можно было у кого-нибудь попросить Принц Персии, он ходил на манагировках здесь. Топ Ган, встречался, по-моему, тоже у кого-то из ветреных друзей. А вот Том и Джерри, у динной истории не было ни у кого. И вот я играл в Том и Джерри, когда брал Кадридж у Дэна. В 96-м году я помню, что мне удавалось уже пройти первый уровень, удавалось пройти второй. Батл Тосер на тот момент еще не играл, поэтому я не напомнил Урайн Труп, не удивляйтесь, это было после. Скорее Урайн Труп Батл Тосер напомнил мне второй уровень в Том и Джерри. И вот я прекрасно помню, как я впервые дошел до первого босса, до Тома. Он мне не показался сложнее, чем рядовые боссы в других играх на Дэнди. Все-таки на тот момент я уже проходил и Черного Плаща, я проходил и ЧПДЛ-2, по-моему, я даже проходил и ЧПДЛ-1. Я показывал неплохие успехи в Робокопе Терри, находя до третьего уровня. Вот, и поэтому первый босс не показался мне особо сложным, и я смог его убить достаточно быстро. Дальнейшие уровни поражали воображение все больше и больше, потому что они представляли из себя такие же запутанные лабиринты, но мне очень нравилось, что они так классно были все отрисованы. То есть в каждой локации можно было найти очень хороший набор хорошо нарисованных различных предметов бытовых. Например, на четвертом уровне на кухне стояли повсюду кружки. Мне очень нравилось прыгать по утюгу, который там стоял. У него диагональная линия, такая была, как бы ее назвать. В общем, к ней Джерри просто прилипал одной ногой и прыгал по ней вот так вот по диагонали. Мне очень нравилось так делать. В плане оружия у Джерри помимо шариков можно было брать различные пауэрапчинки, такие как, например, топоры или молотки. Но я почему-то, вы знаете, в детстве в плане пауэрапов я их практически не использовал. Я их все чаще берег. Я не знаю, зачем я их берег, но поскольку удары при их использовании уменьшались, то есть они там дают возможность вам ударить каждым по 30-20 раз. Они уменьшались. Я думал, что, наверное, дальше будет что-нибудь посложнее, где мне они, скорее всего, пригодятся. Поэтому я их особо не узнал. Наверное, я это делал зря, потому что они как раз таки для этого и были нужны. Это я уже сообразил потом, что ими лучше как раз таки пользоваться сразу. И вот в 96-м году, играя вот так дома, я проходил уровень в кухне, я проходил уровень в дереве. Меня особо бесили вот эти вот различные падающие орехи в дереве. Я вообще не представляю, откуда они так берутся, почему они падают. Но мне очень нравились гусенички, которые там пользовались. Они не наносили урон, они были такие милашки, и они так классно вас подбрасывали вверх, при этом открывали рот. Прямо такие, прям, ну, замечательные создания. Я обыкал по ним прыгать, они мне, разумеется, открывали путь дальше. И вот таким макаром я смог дойти до второго тома, второго босса, это был тоже том. Все боссы в игре, это том в разных ипостасях. Но этот босс том, мне так вынес мозг, что я запомнил это вообще на всю жизнь. Сейчас я вам расскажу, почему. Понимаете, этот босс абсолютно наглый, он вас не бьет, он дрыхнет. Когда я до него, к нему пришел, и думал, какого хрена мне с ним делать, почему он спит. Я с него стреляю, я не могу ничего ему нанести, ни на какого удара. Я от него бьюсь, вернее, об руки я не бьюсь, они меня не пускают, а если я прыгаю ему на морду, я тратил от этого удары. И я понятия не имел, что мне нахрен с ним делать. Затем я заметил, что у него над головой висит улей. В улей, скорее всего, крутятся пчелы. И для меня дошло, что, скорее всего, раз он спит, мне нужно колотить по этому улью, чтобы сбросить его ему на голову. И тогда, быть может, он проснется, залопит, и я его смогу пройти. Я начал пытаться долбить по улью. Из улья, естественно, вылетали пчелы, естественно, они мне наносили урон. Естественно, я тратил на этом месте жизни. Я даже не предполагал, что по этим пчелам нужно попасть. Хотя я пытался попасть, но у меня это не получалось. Я поставил себе задачу, и, видимо, нужно было выгнать оттуда, из этого улья, всех пчел, чтобы в итоге там никого не осталось. Он стал весить меньше, и, видимо, от этого он должен как-то, в общем, я его должен расширить своими ударами, и он должен упасть на голову Тому. Вы знаете, я продолбался с этим, наверное, неделю, ну, может быть, почти неделю, потому что я не так часто мог, в принципе, дойти до Тома, и у меня оставалась буквально одна-две жизни на него, и пытаясь эту всю теорию провернуть и воплотить в жизнь, я тратил свои оставшиеся жизни и здоровье, и получал гейм-овер, и начиная сначала, естественно, я уже не мог и не хотел. И поэтому вот так вот несколько раз, дойдя до Тома, несколько раз пытаясь сбить этот чертов улья ему на голову, я одинаково терпел поражение, и просто не знал, что мне делать. В расстройстве, в полнейшем, я пришел с этой проблемой к Дэму и сказал, Денис, я ничего не могу, меня достало на Том, он ничего не делает, я пытаюсь бросить ему улья на голову, он не реагирует, меня убивают пчелы, и все. Вы представляете, я сколько не долбил по улью, я ни разу, даже случайно, ни по одной пчели не попал. Если бы я хотя бы раз увидел, что если я ударю по пчеле, она полетит к Тому, его укусит, у него появится шишка, или что там у него еще на голове, я бы сразу, конечно же, все понял, но я даже случайно, ни разу не попал. И когда я сказал обо всем этом Дэму, он сказал, да ты что прикалываешься, чувак, там надо выгнать каждую пчелу, по пчеле ударить, они будут кусать Тома, если ты это три раза сделаешь, он умрет. Я начал думать, как? Как? Я даже случайно не попал ни по одной пчеле, чтобы это узнать. Как? Ну, вот, я случайно ни разу не попал, и поэтому, узнав такую замечательную новость, я, естественно, потом побежал домой, через какое-то время, я пробовал эту теорию на практике. И она, разумеется, сработала, правда, по-моему, тоже не с первого раза, потому что пчелы летают очень противно и дамажат просто капитально. Но пройти Тома я все-таки этого смог. До третьего уровня мне удалось тогда дойти, по-моему, вы представляете себя крышу, первая локация это крыша, на которой стоят чертовы белки, которые кридаются чертовыми орехами опять, но больше всего на этом уровне вымораживали листья, которые вас сбрасывали постоянно. Вы пытались перепрыгивать яму, они вас сбрасывают. Вы пытаетесь ударить по белке, на вас эти листья, как он вас к ней подталкивает, она вас убивает. Это выбешивало. Но жизни оставалось все меньше и меньше. Это была охренительно сложная игра для меня на тот момент. Я едва мог дойти до этого уровня, я не помню на самом деле докуда я в итоге смог тогда дойти. Вот примерно до третьего мира. Быть может я доходил до следующего уровня, где нужно было забраться в трубу и по трубе спускаться вниз, но там бытворился вообще ад. Может быть я доходил до туда, но я не помню того, чтобы я дошел до босса этого уровня. Вы знаете, я как ни старался, играя целое лето в эту игру Tom & Jerry, я не мог преодолеть третий мир никак. Жизни было мало, континьюз заканчивались сразу. Было много других игр, которые получалось играть гораздо лучше, и разумеется, я больше играл в них. Но когда я играл именно в Tom & Jerry, я ничего не мог сделать вот на этом самом третьем уровне, и меня это выбешивало. Я благополучно отдал картридж Дэну, и он уехал. История продолжилась год спустя, в 1997, когда он опять снова приехал летом с двумя картриджами, я, разумеется, снова взял их у него, но я не помню, кстати, вы знаете, я не помню, когда именно в 1997 году это случилось, но быть может это произошло и до того, как я впервые, в смысле, когда Дэн приехал снова летом в деревню, или это произошло уже во время этого, но это по сути не важно. В общем, это было примерно тоже в летнее время года. Как и большинство из вас, у меня были друзья, с которыми я был знаком посредственно. мы все с вами прекрасно и много на улице гуляли, и много у нас было на улице друзей, о которых мы мало что знали, мы знали только, как их зовут, мы играли с ними в футбол, мы видели с ними лазя по гаражам, по горкам и так далее, и у каждого из нас таких друзей наверное было много. И вот у меня тоже было несколько таких друзей, и одного из них по-моему звали Женя. И вот с этим Женей однажды также увидев случайно на улице, мы разговорились тоже про игры на Денди. И он мне начал рассказывать про то, что ему очень нравятся такие-то игры, и нравится игра Том и Джерри. И я ему начал жаловаться, говорю, мне тоже прикинули Женка, нравится игра Том и Джерри, но я ничего не могу с ней сделать, я не могу пройти третий уровень, там все очень сложно, у меня заканчивается жизнь, там невозможно. Я Женку запомнил на всю жизнь с того самого момента, потому что он мне сказал такое, что меня повергло сначала в шок, а потом я был в дичайшем предвкушении, когда я смогу снова за эту грусть сесть. Он мне рассказал тогда о секретном коде, который можно использовать в начале этой игры, и он даст вам бесконечные жизни. Код звучал так, нужно было нажать на тетерном экране такую комбинацию вправо-вправо-вверх, лево-вверх, право-вниз, б-а, серент и старт. Вот, когда он мне об этом сказал, я заставил его проговорить мне его раз 10 или 20 подряд, чтобы я ни в коем случае его не забыл, потому что записать мне было на улице не на чем. И вот так вот мы с ним посидели вот тут на пристройке около дома, он мне твердил, твердил постоянно этот код, и я в конце нацов его запомнил, поблагодарил его от всей души и уже не мог дождаться, когда же снова я поеду в деревню, когда я снова возьму Дэна-катридж и снова смогу поиграть в Маджерри и опробовать его на практике, вот самый код. Этот день наступил очень скоро, это было тоже, скорее всего, лето, поэтому ждать особо мне не пришлось. Я приехал в деревню, я, может быть, взял картридж Дэна, может быть, он уже был там у меня, потому что я когда уезжал на выходные, ну, я приезжал на выходные, когда я уезжал обратно в Ростов на 5 дней, я даже ему картридж не отдавал. Я вообще думаю, что в то время, наверное, Дэн привозил больше картриджи для меня, чем для себя, потому что они у Иры играли в основном в Сегу, потому что у нее была Сега, а у него-то сильной не было, вот, и, скорее всего, он привозил Дэнди, просто привозил картриджи, я у него брал, он абсолютно был этому, был абсолютно не против этого, и, когда я спрашивал у тебя в эту ночь, ну, уже, да нет, играй, пожалуйста, мы будем все играть, что надо, да иди, не, на самом деле, мы к Дэнди с ним тоже играли, вот, и когда я приехал в деревню, у меня в норов оказался в руках этот картридж, я начал пробовать, я его включил, я дождался этой самой заставки, с этой знакомой мелодией из мультфильма, я нажимаю право-право-верх, лево-вверх, право-вниз, БА, Селект, и вот на нажатии кнопки Селект, я слышу это самое Дзинь, и этот Дзинь означало, что я, скорее всего, все сделал правильно, и когда я после этого нажал старт, и начался первый уровень, я не поверил своим глазам, в графе жизни красовалась цифра 99, но это не просто было 99, эта цифра не уменьшалась, даже когда вы умираете, то есть, это было абсолютное и полное бессмертие, я был этому просто счастлив, потому что теперь все, теперь по-любому, вся эта проблема уйдет нахрен, я смогу пройти Том Эй Дзери, может быть, даже прямо сейчас смогу, но хотя я не знаю, сколько там еще уровней, но я был абсолютно полон сил, я был просто весь уже готов на всю катушку, я взял джойстик, и я начал проходить эту игру, я без особого труда тогда дошел до третьего мира, потому что я навострился уже играть в Том Эй Дзери, доходя до третьего мира, просто у меня жизни все осталось меньше, 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 и в конце этого не заканчивается, а теперь жизни не заканчиваются, а теперь можно играть сколько угодно и проходить все до самого-самого конца спокойно, потому что Джерри появляется после смерти в том же самом месте, где он умирает, поэтому можете спокойно продолжать свой путь, не оградываясь на количество жизни на счетчике. Я прошел третий уровень, я прошел тот самый уровень, где нужно спускаться вниз по трубе, где на Джерри нападает чертова куча огней, в которых очень трудно вернуться, я оставил там очень много жизни, но на самом деле это был, наверное, самый сложный уровень из всех, которые я пока что видел в этой игре, потому что огни появляются постоянно, то большие, то маленькие, их невозможно уничтожить, потому что я еще не находил тогда эту самую кружечку, которой можно было плеваться в огонь, и он уничтожался тем самым. Я все играл на харде, я ира на дефолте, я пытался просто все это аккуратно обойти, трача, конечно, огромное количество жизней, но тем не менее я этот уровень преодолел, и я добрался до босса третьего уровня, это был Том. Том заглядывал в камин на этой битве, а вы прыгали в этом самом камине, уворачиваясь от полыхающих огней, которые вспыхивают тут и там, и вот это на мой взгляд самый сложный босс в этой игре, сложнее, чем все остальные, потому что это было очень сложно при этом бить Тома, и при этом уворачиваться от полыхающих огней, которые постоянно появляются, абсолютно, они не дают вам передышки, и я пытался и так, и так, и так, но меня постоянно убивали, я потратил на этом боссе, наверное, жизни двадцать первый раз, а может быть, даже я первый раз вообще не прошел, потому что просто у меня никак не получалось понять принцип, понять, что сейчас принято называть паттерн этого босса, то есть тактику как-либо убивать и саму при этом остаться в живых. У меня ушло на это немало времени, я прыгал направо, налево, и только потом я начал замечать, что огонь сначала появляется маленький, и он не дамажит, так сказать, не наносит вам урона, и это является для вас знаком, вам нужно с вами место отойти туда, где огня нет, и после этого бить Тома. И вот применяя вот эту самую тактику, в конце концов, я это все таки сделал. Я прошел этого Тома, и я попал на уровень 4, и этот уровень начинался в гостиной комнате, в начале которой, вернее, в начале локации которой, на полу была изображена такая коробка, от которой шел джойстик, и было написано Nintendo что-то, что-то там. Вы знаете, я только потом понял, что именно тогда, впервые в жизни, я увидел, как выглядит оригинальная приставка Nintendo Entertainment System, потому что, глядя на это, я не мог понять, что это, я мог разобрать, различить только джойстик. Я смотрел на джойстик, я видел, что на нем нету турбокномки, видимо, это какой-то горимый клон, но написано Nintendo, и поэтому, черт его знает, что это такое может быть, ну, может приставка, не знаю. Вот, но я уже спустя много лет, когда уже увидел, нагуглил впервые эту самую восьмибитную приставку NES, узнал, что и была, и такая, именно тогда я понял, что, черт возьми, именно в игре Том и Джерри я впервые увидел, как выглядит NES. Вот, но этот уровень тоже не представлял для меня особо, там да, он был достаточно коротким, просто на нем выбешивали шарики, которые, вот на уровне крыши, выбешивали листинки, а на этом уровне выбешивали шарики, которые прыгали то высоко, то низко, вы пытались за них повернуться внизу, они вдруг подпрыгивали и вас удамажили. Они, они раздражали на самом деле, но благодаря тому, что уровень был короткий, я прошел тоже без особого труда. Куда интереснее представлялся для меня следующий уровень, уровень внутри стены. Я долгое время не мог понять, что на этом уровне нужно делать, то есть, мышонок заперт среди досок, там где-то что-то там где-то бегает, то видимо, как-то через эти доски надо проходить. В начале уровня можно было подобрать что-то похожее на дрель, хотя мне до сих пор интересно, какая может быть такая миниатюрненькая дрель, которая может пользоваться мышонок. Кто ее изобрел, непонятно, кто ее оставил, не суть важно. Вот, когда я взял эту дрель, я продолжал стрелять шариком, я не знал, как ей пользоваться. сообразив только то, что ее нужно выбрать как оружие, и после того, как использовать ее только подойдя вплотную к стене, и после этого нужно выбрать ее снова, вот только тогда я смог как-то по этому уровню продвигаться. Но опять-таки было нифига не понятно. Одни доски могут сверлиться этой дрелью, а другие не могут. И разветрения на уровне постоянно вам встречаются, и вы не знаете, куда вам идти. И вот это я абсолютно не мог понять, в чем тут принцип, как, куда нужно двигаться, а какие доски можно сверлить, а на такие нельзя. Я не помню, сколько мне понадобилось время, чтобы это пройти. Я на самом деле не помню, прошло ли я впервые игру в тот же самый день, скорее всего нет, потому что в те времена мама была очень строга по отношению к тому, сколько можно сидеть за приставкой. Как правило, если я сидел больше часа или полутора часов, у меня неизбежно становились красными глаза, она это сразу замечала, и поэтому запрещала мне играть даже чуть ли не целый день после этого. Вот, поэтому все, что я вам сейчас расскажу, это вот все происходило примерно вот в течение может быть нескольких дней, может быть недели. Ну, не важно. В общем, доходя до этого уровня и брав это сверло, я долго думал, как различить доски, которые можно сверлить, которые нельзя. Я играл на черно-белом теле, при слабой контрастности, поэтому это усугубляло мою ситуацию. Но, разглядев все-таки, что некоторые доски с собой как бы разделяют основу, то есть горизонтальную доску, они в нее прям вклиниваются, разделяя ее на две части, да? А некоторые доски не вклиниваются, просто идет прямая доска, она становится поверх нее. Вот эти доски сверлить нельзя, они абсолютно к этому не приспособлены, с ними ничего нельзя сделать. Можно сверлить только те, которые разделяют горизонтальную доску на две части. И вот, поняв наконец этот принцип, я начал продвигаться по уровню. Мне немало времени потребовалось, чтобы понять, где выход, потому что уровень не особо линейный, нужно было карабкаться вверх, карабкаться вниз, и где конец непонятно, локация не заканчивалась ни в какую, а постоянно возбила током, постоянно бегали, там ползали макрицы, от которых нужно было отбиваться. Но все равно, распустив этот принцип, я этот уровень смог, тем не менее, очень скоро пройти. После этого уровня меня ждала очередная битва с Томом, которая была значительно проще, чем предыдущая, но все равно, которой потребовалось определенное количество времени, чтобы разгадать тактику. В этой битве Том бросался динамитом. И при этом каждый раз показывал свою морду, то вверху, то в середине, то внизу. И вот тут нужно было найти такой способ, чтобы знать, куда нужно стрелять, потому что он появляется на очень короткое время, чтобы нанести ему как можно больше ударов, и при этом вернуться динамита. Мне не состояло большого труда в этом во всем разобраться, и я неминуемо добрался до самого последнего, пятого мира. Но вы знаете, прежде чем рассказать вам о пятом мире, я думаю, стоит вспомнить еще об одной немаловарке, важной детали для этой игры, а именно об ее секретах. В этой игре есть секретные бонусы, я думаю, вы все об этом прекрасно знаете, но я на самом деле в детстве об этом практически ничего не знал. Я случайно мог открыть те или иные секретные комнаты, в которых можно и нужно собирать как можно больше сыра, например, на уровне в дереве, это, по-моему, уровень 2-2, можно, я находил вот этот вот в правой части экрана эту самую норку, в которую можно зайти и выбраться наружу дерева, где пособирать кучу сыра. Еще я находил бонус уровень на уровне крыши, это там, где нужно добраться до вершины трубы. Наверное, если не добираться до вершины, а залезть, дойти до середины трубы, то есть, ниже по уровню, можно было найти секретный проход в эту самую трубу. Но это я даже не знаю, что это из себя представляет, это не совсем труба, а скорее, какая-то в ней дупо, в котором находится сыр. Так или иначе, это был тоже бонус уровень, который я находил. И должен вам сказать, что это было все. Всего два бонус уровня я мог найти в этой игре, а на самом деле, они встречаются практически на каждом уровне. Я до самых последних лет не знал, что, например, на самом первом уровне есть секретный проход, что там на черно-белом телевизоре вообще нереально было его заметить. Я прекрасно понимаю, почему я его никогда не замечал. Потому что разглядеть эту непонятную черную дырочку среди таких же черных кирпичей я не мог в принципе на своем старом фотоне. И даже играя на цветном телевизоре несколько лет спустя, я все равно ее не замечал. И узнал о ней буквально года полтора назад. Так же я уже, наверное, более поздние периоды жизни уже играя на эмуляторе, тогда я нашел этот самый бонус, где на втором уровне в уровне труп, в том самом, если применить конфетку не в правой, не в левой части уровня, где я всегда ее применял, чтобы достать сыр и такую, как это назвать, какая-то какая-то такая ампулка или мазь, которая делает вас неуязвимым на 10 секунд. Если применить конфетку в правой части уровня и долететь туда, куда нельзя допрыгнуть, то можно попасть на вообще удивительный бонус этап, где текла вода, которая убивала, ну, вернее, она не отнимала жизнь, но она сразу выкидывала вас в бонус уровень и снова зайти туда было нельзя. Этот уровень меня тоже удивил безмерно, но больше всех на самом деле меня удивил бонус уровень в том самой локации, где я впервые видел Nintendo Entertainment System. Я понятия не имел до самых последних месяцев, что можно залезть в видеомагнитофон и в этом видеомагнитофоне тоже будет комната, где можно собрать сыр. Это меня вообще потрясло на самом деле. Я помню, даже когда мы играли на стриме с Димой Удаловым, он проходил эту игру, нам кто-то даже в чате подсказывал, что в видак можно залезть, но нам Диме тогда это сделать не удалось. И мне это удалось сделать на приставке вот впервые буквально всего пару месяцев назад, чему я был очень удивлен. Вот. И таким образом эта игра насчитывает гораздо больше бонусов, чем два, и узнать о них обо всех я смог вот только вот буквально совсем недавно. Что тоже меня очень радует, потому что очень приятно спустя столько лет находить такие удивительные секретные вещи в этой игре. Чего стоит, блин, то, что в русалочке есть секретная комната, блин, на одном из уровней, я вообще себе это представить не мог. Ну, сейчас не об этом. Так вот, я дошел тогда, значит, до пятого мира. А пятый мир, это последний мир в игре, он начинается с уровня в туалете или в ванной. Вам нужно пробежаться по ванной комнате, по всем ванным, раковинам, унитазам, чтобы добраться до своей норки. Этот уровень тоже представил себя нефиговый лабиринт, и особая сложность там была именно в том, что я долгое время не знал, как перепрыгнуть яму, чтобы допрыгнуть до свисающего шланга душевого. Я вообще не знал, что, собственно, путь лежит именно через него. Я думал, где-то нужно пропрыгнуть как-то. И я видел этот шланг, я не мог до него допрыгнуть, и я отметал эту идею, что дальнейший путь лежит именно там. Но в конце концов до меня и это дошло. Я смог допрыгнуть до этого шланга сверху, далеко не с первого раза, но сумел. И так, пройдя еще немного по уровню и спустившись вниз в самый правый угол, нижний правый угол экрана, я нашел там свою норку, и я вышел. Ну, вы знаете, последний самый этап, который был после ванны, это уровень чердака, на котором по сюжету, собственно говоря, Том и держал в западне мышонка Таффи, которого Джерри и должен был спасти. На этом уровне чердака летала огромная простоту его хуча привидений. И это было, ребят, ты настоящий ад. Они летали повсюду, они снимали мне жизни просто десятками. Я реально ничего не мог там вот нормально пройти по уровню, я не мог. Они респаунились, постоянно появлялись. Стоило отойти на экран, они снова появляются. Они постоянно летают очень быстро и нельзя перепрыгнуть их, не срываешь убить колен. И я не знаю, сколько мне понадобилось дней, чтобы преодолеть натурой, но в этом уровне была еще и секреточка такая, небольшая, даже нужная по сюжету. В этом уровне нужно было отыскать сначала ключ, ключ от той самой клетки, где Том держит за отключенного Таффи. Этот самый ключ находился в левой части экрана, а выход находился в правой части экрана. Разумеется, я сначала, даже когда мне спустив все тернии, удалось так и добраться до выхода, я, естественно, с уровня выйти не мог. Я просто теперь уже не представлял куда. Я и так трачу жизни, я не знаю, тратил там 20-30 жизней за раз. Я вам честно говорю, это был просто невообразимый ужас какой-то. Вот Том в камине по сравнению с этим, это просто алинг и цветочек. Понимаете? Вот проходить через все эти привидения я не мог даже с бессмертием нормально. Но в конце концов мне это удалось. Я, честно говоря, не помню сколько времени мне на это ушло. Но тем не менее, как я уже говорил, все прохождение игры с момента использования бессмертия мне понадобилось не больше недели. Вот. Я добрался до левой части экрана, я нашел ключ, я начал двигаться обратно. И тут я, кстати, замечал очень интересную особенность этого уровня, что здесь был в одном месте расположен фотоаппарат, на котором можно было нажать кнопку, которая выдает вспышку. Я почему-то долгое время думал, что это для чего-то нужно. Что это какая-то фишка. Но подтверждение этого я не смог найти до сих пор. И для меня представляется что-то просто очень такой неплохой элемент геймплея, элемент уровня, с которым можно взаимодействовать. Это забавно. Если так, то мои похвалы разработчикам это действительно было очень в тему. Вот. И тогда я выбрался из этого проклятого чердака, я дошел до последней битвы с Томом. Он опять как-то фиксировался динамитом, правда это был не совсем динамит, это были такие ракетницы, что ли, или петарды, или как это назвать, которые летали. И было сюда, и периодически показывал свою морду в одной из трех дыр на уровне. Но никогда не показывал морду в четвертой. Хотя я там постоянно его ждал. Я бил его многократно, я бил его там, я бил его здесь, но я все время дежурил около медведя, это был очень хороший плацдарм. Вот. И тоже мне вскоре удалось победить и его, он не был сложным. Все таки, если бы, например, последним Томом был тот, который в камине, это был гораздо более удачно претендующий на место финального босса в игре Том. Но этот Том был обыкновенным Томом, который опять тут и швырялся чем-то в вас, нужно было просто ворачиваться, нужно было его бить. Вот. Но эта битва продолжалась очень долго. По-моему, это самая длительная битва с Томом в игре, потому что ему здесь наносить на ударов гораздо больше, по-моему, даже, чем на всех остальных битвах. Может быть, я не прав, но мне показалось именно так. И когда, в конце концов, я его завалил, и появилась наконец-то все уже долгожданная финальная заставка, где на этой самой локации Джерри пробегает за кадр, мы видим Тома во всей своей длине, так скажем, и видим заточенного Таффи в этой самой клетке. Джерри к ней подходит, использует ключ, и Таффи оказывается на свободе. Это было... О, это было облегчение, на самом деле. Таффи свободен, игра была на этот момент пройдена. Я был счастлив. Я потратил жизни, наверное, 40 или 50 за всю игру, но я нискоречко этому не был опечален, потому что у меня было бессмертие, и я знал, что все, именно это мне поможет эту игру одолить. И именно это мне помогло эту игру одолить. Именно вот, рассказав обо всем об этом Дену, показав ему секретный пароль на эту игру, я с благоговения просто отдал ему картридж, вот, и с того самого момента Ден, приезжая опять-таки вплоть до 99-го года в деревню, он привозил снова и шестигровку, вот эту самую столом-стопом-ганом, в которой мы тоже играли, Утина история, это была моя самая любимая игра на этом картридже, вот, и привозил картридж, что он и Джерри, который я брал у него неизменно каждый раз, и каждый раз ее проходил. Вы знаете, я пробовал проходить даже без бессмертия, пробовал очень много раз, но, насколько мне помнится, вот, до 99-го года, потому что после 99-го Дэн уже приставку с картриджами не привозил, и мы даже с ним виделись какое-то время и в Ростове, здесь он мне, кстати, давал еще другой картридж, который, в котором, кстати, я впервые увидел игру Super Mario Bros. 2, вот именно на этой четырехигровке, на точно такой же четырехигровке, я играл в Марио и Ференса, там же их проходил, но Марин прошел, но это вообще другая история, не в этом суть. Вот, короче говоря, Дэн до 99-го года привозил картридж, а потом уже перестал, вот, и я на самом деле не помню, у кого и когда смог ли я вообще когда-нибудь и у кого-нибудь эту игру на картриджу найти, по-моему, даже нет, но, пробуя, даже вот в те времена, когда он его привозил, я, по-моему, даже не мог без бессмертия дойти до четвертого, до пятого мира, я не помню вообще, чтобы я играл на том же уровне ванной или на чердаке без бессмертия, но я, на самом деле, пробовал это всего пару-тройку раз, потому что я не играл в эту игру целый год и, разумеется, я пройду ее сначала с бессмертием, а потом уже попробую без него и, разумеется, его не пройду, но, так или иначе, я не проходил эту игру в те времена нормально, по-честному, я это тогда и не прошел. В начале 2000-х годов, когда мы с Деном уже практически не виделись, в деревню приезжал он все реже, я приезжал реже, и Тома и Джерри тоже, по-моему, я здесь ни у кого не видел, и в 2003-м году, я помню, что познакомился уже с эмуляцией, и поиграл, разумеется, и в Тома и Джерри на эмуляторе, и прошел его сейвами без бессмертия, вряд ли это можно было считать, конечно, честным способом, но так тоже было, потому что я на эмуляторе сейвы проходил с сейвами, вот, и где-то вот через год или через два после этого мы с Деном как-то пересеклись в Ростове, мы созвонились, решили встретиться, правда, встретиться у нас тогда не получилось, он жил в этом же районе, но все никак, мы очень редко с ним общались, к сожалению, вот, это, я реально, на самом деле, по этому времени очень скучаю, когда мы общались, потому что общаться мы перестали где-то вот с 2005-го года, буквально там парой-тройкой слов обмолвимся, когда-никогда, сейчас его даже в интернете я его не могу найти, поэтому, Ден, если ты это смотришь, напиши мне, потому что было круто, чувак, хотелось бы об этом побеседовать, так вот, где-то году, в 2004-м году, когда мы созвонились с ним, я у него спросил, Ден, не остались ли у тебя те самые картриджи, которые ты все время привозил, он говорит, да, ты знаешь, у меня что-то осталось, но я недавно на ней играю, оно где-то валяется, я говорю, слушай, ну, ты можешь мне тогда их отдать, раз они тебе не нужны, потому что я бы с удовольствием я их собираю, у меня, благодаря интернету скапливалось все больше и больше кариков, он говорит, да ладно, забирай, но вот, несмотря на это, все равно мы не могли с ним состыковаться, чтобы передать картриджи, в конце концов, он поручил это своему брату, Андрею, его брат передал мне все оставшиеся картриджи, к сожалению, среди них не было вот этой вот самой шестерпки, я ее ожидал более всего, потому что я в «Утина истории 2» ни у кого больше не мог найти, еще он передал мне, видимо, помененный на эту шестиигровку картридж «Охотники за провидениями 2», потому что он, вот это тот, да, тот самый картридж, который он мне туда передал, а эту шестиигровку я нашел уже позже в интернете, но меня хотя бы успокоило и обрадовало то, что вместе с этим он передал мне именно тот самый картридж Тома и Джерри, это именно он, в которого мы поиграли впервые в 95-м году и играли каждый год, каждое лето, и после этого он все-таки сохранился, и теперь он в моей коллекции, на своем почетном месте, чему я очень рад. И, к сожалению, мне больше нечего об этом рассказать, я не прошел Тома и Джерри нормально и по сей день, я пробовал в течение последних пяти или четырех лет не один раз, и неизменно я доходил до уровня чердака, и неизменно мне не хватало там жизни. Я ничего с этим не могу поделать, именно по этой причине мы пригласили Диму удало, при этом, кстати, чтобы он на стриминге на Money Life эту игру прошел полностью на нормальном количестве жизни, что он и сделал. Вот, но быть может, когда-нибудь этот картридж все-таки мне покорится, и покориться это игра в своем полном смысле этого слова, но это пока не произошло, но будем надеяться, что произойдет позже. Вот таковыми были мои воспоминания об игре Тома и Джерри, о мультиках Тома и Джерри, вообще Тома и Джерри это обширная тема, поэтому играйте в Тома и Джерри, играйте на Сенге, на Сенге тоже замечательная игра, как она сделана по мотивам не очень замечательного мультфильма, смотрите старые мультфильмы, играйте в эту настоящую игру, вспоминайте свое детство и смотрите Криноманию, на которой мы обязательно скоро с вами увидимся в новых выпусках на кухне и новых воспоминаний о Денде. До скорых встреч, с вами был Криноман, всего наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok